Сегодня в форме заседания Совета Безопасности Беларуси мы рассмотрим концепцию информационной безопасности. Этот документ разрабатывался по моему поручению в плановом порядке с учетом всех особенностей и непростых тенденций современной обстановки. В разработке этого документа приняли участие не столько начальники, сколько те люди, которые живут в нашем обществе, занимаются наукой, анализируют процессы, происходящие не только в нашем обществе, в нашем государстве, но и за пределами его. В настоящее время информационная сфера приобретает ключевое значение для любого государства и каждого человека, живущего в этом государстве. Повышаются всесторонние интересы людей, возрастает значение коммуникационных технологий. Наша страна динамично продвигается в формировании информационного общества. Об этом красноречиво свидетельствуют мировые рейтинги, в которых Беларусь находится на высочайших позициях. В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов, коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели. Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию, имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений. Наряду с этим Беларусь, как и все страны, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией. Причем нарастание в мире конфликтности, отсутствие в данной сфере четких правил поведения, превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства. Вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира, отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности. Жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой от компьютерных инцидентов. С учетом этих процессов необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач. Рассматривая сегодня такой важнейший вопрос, нужно обсудить и первоочередные практические меры. Следует четко понимать, каким образом работа в данной сфере будет улучшаться. Обозначу несколько аспектов, которые нам необходимо рассмотреть. Во-первых, необходимо более внимательно подходить к защите главных конституционных основ нашего общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом. Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений, здорового образа жизни. В путях решения этих проблем хотел бы выслушать мнение присутствующих здесь руководителей государственных органов и членов правительства. Но все то, о чем я только что сказал, сказано не впервые. И причина, как мы здесь уже четко определились, чрезмерная ленность, бездействие и отсутствие дисциплины. Поэтому и спрос будет соответствующий. Не хочу в очередной раз кого-то пугать, угрожать кому-то и так далее. А то мы здоровый образ жизни, как и все другие мероприятия, запустили на уровень президента. Если президент боковым каким-то зрением не увидел проблему, она решаться не будет. Все чего-то ждут, каких-то указаний. Указания розданы. Начинайте работать. От средств массовой информации до этого самого здорового образа жизни. И второе. Кроме недисциплинированности и ленности. Экономика. Будет экономика, будет все. И безопасность, и кибербезопасность, и в средствах массовой информации будет безопасность. Если не будет экономики, никакая информационная безопасность, концепции, законы, драконовские методы, палочная дисциплина не помогут. Если не будет экономики. В каком случае не будет у нас экономики, мы тоже знаем. И это, к сожалению, тоже завязано на наши конкретные действия, на нашу дисциплину, исполнительность. Важное значение для устойчивого развития страны имеет безопасное функционирование сетевой инфраструктуры. Мы не рекламируем широко нашу деятельность по обеспечению так называемой кибербезопасности. Однако она проводится далеко не первый год и органично интегрирована в соответствующие международные службы. Вместе с тем Беларусь не ограждена от кибератак и киберпреступности. Самое главное, что нас интересует, это какие существуют проблемы в обсуждаемой сфере. Что необходимо сделать в первую очередь и в перспективе. Какие дополнительные решения должны быть для этого приняты на уровне президента и правительства.